Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Эпоха тьмы. Гефторп. Лик предательства. Искусственные глаза обшаривали небосвод, выискивая предательское отраженное излучение и малейшую вспышку света, хотя бы намек на тепло среди холода. Враг был где-то рядом, рыскал в тени колец Иствана-6. Частицы пыли и льда в сочетании с облаками остаточной плазмы и радиации после недавнего сражения обеспечили космическому кораблю достаточное укрытие. Шесть кораблей двигались в пустоте. Возглавляла флотилию боевая боржа «Гнев посвященный», а за ней два ударных крейсера. Один гранд-крейсер, и два эсминца, растянувшиеся в космосе на сотни тысяч километров. Они осторожно приближались к Иствану-6, не зная, много ли врагов смогли уцелеть после первой битвы. Заглушив плазменные реакторы, они скользили границам системы по инерции. Единственное, на что расходовались запасы их мощности, модули антенн-сканеров, установленные в носовой части каждого. На мостике «Гнева посвященного» командор-лейтенант Най-Ош-Дилеракс не сводил глаз с главного экрана. Огромный дисплей, занимавший почти целую стену капитанского мостика, был сплошь заполнен строчками с данными замеров и результатами сканирования. На дисплее вырисовался Истван-6. Его синие-золотые кольца сияли холодом в тусклом свете местного солнца. Усердный докладывает о вероятном положительном результате сканирования в квадранте 8 тетта, доложил один из помощников, сидевший у консоли сканера за спиной командира. Хотя он и не был легионером, на его теле виднелись следы аугметической хирургии, а левый глаз заменял бионический протез, мерцавший красным светом на фоне яркого экрана. Нечто слишком крупное для астероида. Возможно, просто не отмеченный на картах спутник. Дилеракс перевел взгляд в верхнюю часть экрана, на указанную область. Он понимал, что это бессмысленно. Даже его аугментированные глаза ничего там не разглядят, прежде чем это сделают системы боевой боржи. Особенно учитывая, что обзор на экран, на который он смотрит, сам базируется на их данных. Если гнев посвященный, не может увидеть противника, не увидит и он. Прикажи усердному сблизиться с источником на 50 тысяч километров, велел Дилеракс, отводя взгляд от экрана. Законному агрессору выйти в триангуляционную точку. «Слушаюсь, командор-лейтенант», — отозвался помощник. При мысли, что он, возможно, нашел свою добычу, по телу Дилеракса пробежала нервная дрожь. Много дней он напрасно обшаривал дальние подступы к системе ИСТВАН и был уже почти готов поверить, что противника здесь нет. Его предкартикальный имплант отреагировал на смену настроения. Едва заметно завибрировал, устройство впрыснуло в мозг Дилеракса дозу химических веществ. Все его чувства мгновенно обострились. Он учуял запах пота, исходивший от людей за консолью, и масло, которым пахли механизмы. Смог ощутить статическое электричество на экранах дисплея, и легчайшие дуновения воздуха от потолочных вентиляторов. Синие и белые цвета его доспехов стали казаться более яркими. Каждое шипение, пиканье и вздох на мостике эхом отзывались у него в ушах. «Усердный подтверждает контакт», — возбужденно доложил помощник. «Идентификация положительная. Это звездолет Саламандр. По классификации — ударный корабль». Наконец-то! В этом возгласе Дилеракс выплеснул все свое долго сдерживаемое разочарование. Он развернулся и направился к пульту связи. «Всей флотилии! Приготовиться к немедленной атаке! Противнику передать следующее. Я — командор-лейтенант Дилеракс из Пожирателей Миров. Сложить оружие и приготовиться к высадке. В случае неповиновения вы будете уничтожены. Больше предупреждений не будет». «Они пытаются удрать», — воскликнул офицеру сканера. «Уходят от Иства на шесть, набирая скорость». «В флотилии идти на перехват», — бросил Дилеракс. «При первой возможности стрелять по двигателям. Если они уйдут, вы мне за это ответите». Теперь имплант Пожирателя Миров работал в боевом режиме, подхлестывая его адреналинную систему и готовя тело к приближающемуся сражению. Порождаемое этим самочувствие было причудливой смесью ясности мыслей и эйфории, впечатления полного благополучия, приятно притуплявшего мысли командора-лейтенанта, в то время как все его инстинктивные реакции стали намного быстрее и переполняли чувственными ощущениями. Едва флотилия Пожирателей Миров запустила двигатели, крейсер «Саламандр» развернулся и помчался прочь из системы. К следующему укрытию — скоплению астероидов примерно в 500 тысяч километров от Иства на шесть. Словно стая гонщик, корабли Пожирателей Миров ринулись в погоне. Возглавляемую гневом посвященным, благодаря более мощным двигателям боевой боржи. «Приготовить варп-торпеды, максимальное рассеивание», — приказал Гелеракс, пока его корабль продолжал сокращать расстояние до цели. «Если позволить ударному крейсеру добраться до поля астероидов, менее маневренная боевая боржа, вероятно, упустит свою добычу». А Гелеракс хотел уничтожить этот корабль лично. Саламандры были еще в нескольких тысячах километров от безопасного места, когда комендор-капитан доложил, что они находятся в пределах максимальной досягаемости торпед. Гелеракс не стал приказывать открыть огонь, сочтя, что расстояние слишком велико. Он расхаживал по мостику, с нетерпением ожидая момента, когда у врага останется как можно меньше времени, чтобы среагировать на залп. И в то же время, он не успеет добраться до астероидов. Гелеракс слушал, как один из помощников ведет обратный счет расстояния, и время от времени посматривал на главный экран. Местонахождение крейсера было отмечено сверкающим крестом, но сам корабль находился еще слишком далеко, и его не удалось бы разглядеть даже при максимальном увеличении. Наш гость желает, чтобы его ознакомили с текущей обстановкой. Гелеракс обернулся и увидел, что на мостике появился его заместитель, капитан Алекс Кардасис. Синий-белый доспех заместителя был отделан золотом. Вместо правой руки механический протез, заключенный в броню и раскрашенный в цвета легиона. Самым примечательным было презрительное выражение, появившееся на лице командора-лейтенанта, когда упомянули представителя магистра войны. «Он может отслеживать ее по бортовой сети, как все остальные», – прорычал Гелеракс. «Я занят». «Он хочет, чтобы ему доложили лично», – с виноватым видом отозвался Кардасис. «Еще чего», – огрызнулся Гелеракс. «Теперь, когда в его теле работали боевые стимуляторы, у него не было ни малейшего желания выслушивать жалкие требования посланца Хоруса. При одной мысли о навязанном ему космодесантнике-дипломате Гелеракса трясло от злости. «Что ему сказать?» – спросил Кардасис. «Что хочешь», – бросил Гелеракс, снова отворачиваясь к главному экрану. «Это не его дело». Кардасис постоял еще немного, пока не понял, что больше ничего не дождется от своего командира. «Я мог бы тоже остаться здесь и понаблюдать за развлечением», – сказал Капитан. «Милости просим», – отозвался Гелеракс, – «садись за пульт управления огнем». Когда расстояние сократилось до оптимального, Гелеракс распорядился дать торпедный залп. Боевая боржа содрогнулась от старта гигантских ракет. Они мгновенно появились на экране. Четыре языка желтой плазмы на фоне звезд. И вдруг разом исчезли, когда включились их варп-двигатели. За ракетами, то погружающимися в варп-пространство, то выходящими из него, тянулся след из разноцветных всполохов, который начал медленно отклоняться вправо вслед за звездолетом Саламандо, пытавшимся увернуться. Потом они исчезли совсем, оставив лишь сигналы варп-эхо на сканерах. До цели 12 тысяч километров, – доложил офицер цели распределения, глядя в мерцающий зеленоватый экран. Это был Скандо Виор, тоже пожиратель миров, как и Дилеракс с Кардасисом, облаченный для боя. В отличие от других офицеров, он выкрасил большую часть своих доспехов в красный цвет. Такова была общая тенденция легиона. Виор подождал несколько секунд. До цели 11 тысяч километров. Обратный отсчет продолжался, и на 7 тысячах Дилеракс перестал расхаживать порубки. До цели 6 тысяч километров, сообщил офицер цели распределения. Переключение на бортовые сканеры информации, подготовка к разделению. На главном мониторе вспыхнул субэкран, показывая совокупное изображение с торпед, выдержанное в черно-красных тонах. Там клубились странные тени, и Дилеракс понял, что обзор, должно быть, включился, когда торпеды совершали варп-прыжок. Мгновением позже они вновь материализовались в реальной вселенной, и на экране появился корабль. Он был узкий и длинный, взлетной палубой в верхней части надстройки. С нее, будто искры, посыпались точки плазмы. Саламандры запустили штурмовые корабли на перехват подлетающих торпед. «Пять тысяч! Разделение!» — объявил офицер. Передаваемое с торпед изображение на несколько секунд пропало, когда ракеты разделились, выпустив по крейсеру Саламандр по 400 боеголовок каждая. Когда картинка восстановилась, весь экран был заполнен сотнями мерцающих снарядов. Взрывы затмили яркостью звезды. Корабль Саламандр устремлялся то вниз, то вверх, уворачиваясь и отстреливаясь из орудий и лазерных установок. Поскольку носители боеголовок продолжали мчаться к ударному крейсеру, каждая несла ядерный заряд мощностью в 5 мегатонн, в дело вступили оборонительные турели на корабле Саламандр. Экран заполнился рябью плазменных разрывов и вспышками скоростных снарядов, подрывавших новые боеголовки. Торпеды находились уже достаточно близко, чтобы вести прямую трансляцию. Теперь смоделированную картину заменило изображение корабля почти в реальном времени. Крейсер оказался темно-зеленого цвета, с широкими неравномерными желтыми полосами. На огромном белом круге в носовой части его виднелся знак Легиона. Корабль развернулся в Марьеве от уничтоженных боеголовок. Капитан пытался уменьшить площадь поражения для приближающихся торпед. Плазменные двигатели сияли среди разрывов, а изображение было чуть искажено из-за мерцающих энергетических полей. «Глупец!» — заметил Делеракс, улыбнувшись офицеру оружия. «Простейшая ошибка. Надо разворачиваться носом к торпедам, чтобы защитить двигатели. Наверняка новичок!» Вспыхнули синие-пурпурные молнии, когда несколько сотен уцелевших боеголовок ударились о защитные поля крейсера. Корабль скрылся в сверкании разрывов, столь ярком, что на главном экране, казалось, зажглась новая звезда. За этим взрывом последовали следующие. Когда перегруженные щиты исчезли, и оставшиеся боеголовки ударили в бронированный корпус. Из пробитого трубопровода хлынула плазма. Мгновением позже мини-экран погас. Торпеды достигли цели. Сканеры подтверждают тяжелые повреждения двигателя и средних орудийных палуб по правому борту. «Передай всей флотилии приказ идти на сближение», — бросил Делеракс. «Входящее сообщение от командования легиона», — доложил помощник-связист. «Помечено грифом особой важности». «Громкую связь», — приказал капитан, не отрывая глаз от экрана. Раздалось шипение статических помех, щелчки и подпискивание кодовых сигналов. Затем в тишину ворвался басовитый голос. Делеракс тут же позабыл обо всем и переключился на послание, узнав голос Ангрона, примарха-пожирателя миров. «Вероломные сыны Корракса по-прежнему ускользают от неуклюжего инженера Пертураба. Магистр войны счел возможным предоставить мне свободу действий в охоте. И я разделаюсь с этими ничтожествами с освобождения в считанные дни. Все корабли должны возвратиться на орбиту, чтобы вести поезд. Ко мне, мои свирепые псы, обрушим наш гнев на гвардию ворона и вычеркнем ее со страниц истории. Приказ подлежит немедленному исполнению». «Уходим?» — спросил Кардасис. «Нет», — бросил Делеракс. Он взглянул на подбитый крейсер, ковыляющий к скоплению астероидов, оставляя за собой след утекающей плазмы. Хищник, видящий, что его жертва ранена и готовы ее добить. «Пусть за гвардией ворона гоняются другие. Несколько часов ничего не изменят. Сначала я должен прикончить саламандр». Бранд нахмурился и снова взглянул на отчет о сканировании. Но даже после повторного прочтения смысла в нем не прибавилось. Он повернулся к своему спутнику, префектору имперской армии Марку Валерию. «Большой остаточный след плазмы и радиации плюс скопление обломков», — заметил командор гвардии ворона. «Космическое сражение?» — спросил префектор. «И крупное», — ответил Бранд. «Очень крупное». «Что вы имеете в виду?» Бранд протянул ему отчет и направился к людям, работающим за консолью сканера, тяжело ступая по толстому ковру, устилавшему палубу. «Остальные корабли подтверждают эти данные?» «Да, командор», — ответил дежурный офицер. «В рамках стандартных параметров все результаты сканирования показывают одно и то же по всему флоту». «Что вы понимаете под очень крупным», — осведомился Валерий. «Множество погибших кораблей», — пояснил Бранд. «Больше, чем есть во всем флоте лунных волков». «Возможно, корабли имперской армии, переметнувшиеся к Хорусу», — предположил офицер. «И разве лунных волков не переименовали в сынов Хоруса?» Префектор потеребил красный шарф, который носил через плечо как символ знатности своего рода. За время долгого варп-прыжка от освобождения к Иствану шарф успел поистрепаться, так как Валерий нервничал постоянно. Его нервозность можно было понять, хотя она ужасно раздражала Брана. Валерий уговорил командора гвардии Ворона покинуть пост начальника гарнизона башни Ворона и отправиться на Истван, поручившись своей жизнью. Если здесь и в самом деле обнаружится ловушка, как он подозревал, Бранд с огромным удовольствием взял бы предложенный ему долг. «Даже в таком случае это свидетельствовало бы о почти полном уничтожении целого флота», — ответил Бранд, игнорируя поправку, сделанную префектором. «Такое множество уничтоженных кораблей говорит о куда более крупном сражении». «И как мы будем действовать?» — спросил Валерий. Бранд прикинул свои возможности. Его флотилия, состоящая из трех кораблей гвардии Ворона, включая боевую боржу, догорстку транспортов и фрегатов имперской армии, вошла в систему Истван, перпендикулярно плоскости эклиптики. Он взглянул на монитор, где было схематично показано их местоположение. Предполагаемый курс обозначался пунктирной линией в обход звезды Истван к планетам, расположенным на противоположной стороне системы. «Активировать протоколы подавления сенсоров», — приказал командор. «Поднять отражающие щиты. Пойдем на фоне звезды, чтобы скрыть нашу сигнатуру. Не хочу быть замеченным». «Что делать моим кораблям?» — спросил Валерий. «У нас нет такой возможности. Пускай двигаются как можно тише», — велел Бранд. «Никто не должен знать, что мы здесь, пока не выясним, что случилось». «Бесшумное движение снизит скорость», — напомнил Валерий. Он быстро моргнул. Еще одно проявление нервного тика. «А вдруг мы чересчур осторожничаем и прибудем слишком поздно?» «Поздно для чего?» — резко бросил Бранд. «Выведенный из себя постоянным нытьем префектора. Битва уже состоялась, Марк. Что бы тут ни произошло, оно уже закончилось». В пяти днях полета доистована пять, где, похоже, состоялось главное сражение, Бранда, находившегося у себя в каюте, информировали о том, что получено сообщение с флагманского корабля Валерия. «Перешлите по моему личному каналу», — велел Бранд, откладывая инфопланшет с показаниями сенсорных датчиков, которые изучал. Все сообщения подтверждали предварительную оценку. Вокруг Иствона-5 и далее, в направлении Иствона-6, состоялось большое космическое сражение, или даже несколько. Причем за короткий промежуток времени. В них участвовало около сотни кораблей. «Командор Бранд, мы засекли сигнатуру». Голос Валерия на фоне шипения на канале Вокс-связи казался вялым и слабым. «Это передатчик железных рук. Корабль идентифицирует себя, как слава победы. Передача автоматическая. Попытаемся отследить сигнал и ответить. «Отставить!» — отрезал Бранд. «На связь не выходить. Хотите, чтобы всем в системе Иствон стало известно, что мы здесь?» «Прошу прощения, командор», — продолжал Валерий. «Но узконаправленный сигнал очень трудно засечь. Может, на корабле железных рук смогут рассказать, что тут случилось?» «Отставить!» — повторил Бранд. «Продолжайте отслеживать другие сигналы». «Но вдруг им нужна наша помощь», — настаивал Валерий. «Мы не можем им доверять», — бросил Бранд. «Командор, я не понимаю», — переспросил префектор. «Мы не можем доверять железным рукам?» «Мои специалисты проанализировали данные по сражению», — пояснил Бранд. «Трудно сказать наверняка. Но похоже, что флот, отправленный покончить с Хорусом, разделился на два лагеря, и между ними завязался бой. Боюсь, против нас выступили не только лунные волки. Пока мы не выясним, кто нам верен, придется подозревать всех». Каюта наполнила потрескивание статики. Валерий переваривал услышанное. В конце концов офицер заговорил, и теперь его голос больше напоминал шепот. «Но если это правда, что стало с гвардией Ворона?» — спросил он. «Возможно, ваши сны оказались пророческими», — ответил Бранд. «Так что, прибавляем скорость?» «Пока нет», — Бранд глубоко вздохнул. Лишь теперь, смиряясь с мыслью, терзавший его с того самого момента, когда он впервые заподозрил масштабы измены наистывания, нам необходимо быть осторожными. Вероятно, мы последние, оставшиеся в живых из гвардии Ворона. В трех днях полета до орбиты Иствана-5 флотилия Бранда по-прежнему шла на минимальной скорости. Каждый сэкономленный ватт энергии из реакторов направлялся к сенсорной аппаратуре и системам связи, ищущим ответы на страшные вопросы. Множество доказательств, что у Хоруса были союзники во флоте, отправлено призвать его к порядку. Бранд большую часть времени проводил на мостике Мстителя, своей боевой боржи. Последние два дня он держал Валерия при себе. «Если вдруг что-то пойдет не так, пусть лучший префектор будет под рукой». Офицер имперской армии сидел за консолью связи и грыз ногти. Его щеки ввалились, а обычно гладкая кожа потемнела от щетины. Он не сводил с экранов тревожных, воспаленных глаз, обведенных черными кругами. Бранд предполагал, что офицеры терзают ночные кошмары, хотя тот не вспоминал про них с момента, как они покинули освобождение. «Перехвачен какой-то искаженный сеанс связи», — продолжил один из помощников. Валерий резко выпрямился, повернувшись к Бранду. «Протоколы пожирателей миров пытаюсь расшифровать. С кем они переговариваются?» — спросил Бранд. «Общий канал связи легиона, командор», — сообщил помощник. «Также зарегистрированы сигналы несущих слово и детей императора. Похоже, они переговариваются с сынами Хоруса». Валерий, казалось, побледнел еще сильнее, если такое вообще было возможно. Его безумный взгляд упал на Брана. «Пожиратели миров, дети императора и несущие слово», — переспросил он. «Они все предатели?» Бранд не ответил, полагая, что подобное слишком невероятно, чтобы обсуждать. Он попытался придумать другое объяснение тому, что они обнаружили. Но от правды не уйти. Это не просто мятеж, а начало гражданской войны. Он сидел на своем командном троне, стискивая пальцами подлокотники. Так что сервоприводы доспеха потрескивали и жужжали. Опустив голову, пытался привести в порядок мысли и выработать какой-то план действий. Случившееся было бессмысленно. Его разум все время возвращался к вопросам, оставшимся без ответа. «Что насчет примарха и легиона?» — тихо спросил он. «Никаких сигналов от гвардии Ворона пока не обнаружено, командор», — ответил связист. «Мы просканировали все частоты легиона и вокруг них, но знакомых сигнатур не найдено». Бранд вздохнул. Его былые страхи стали реальностью, как и зловещие пророчества Валерия. Гвардии Ворона больше не существовало. «Сигнал в флотилии приготовиться к смене курса», — сказал он. «Что?» — встрепенулся Валерий. «Меняем курс и куда идем?» «Прочь отсюда», — ответил Бранд. «Мы опоздали». «Кто-то мог уцелеть», — Валерий, умоляющий, простер руки к командиру. «Мы должны, по крайней мере, подойти ближе, чтобы узнать правду». «Это можно сделать позже», — сказал Бранд. «На данный момент наша главная задача — не дать себя засечь и убраться из системы целыми и невредимыми. А потом можно выяснить, что здесь случилось». «Командор, на широкочастотном канале передача с поверхности Иствана-5», — воскликнул офицер связи. «Адресованная нам?» — уточнил ошеломленный Бранд. «Нет, командор, открытая трансляция. Степень кодирования минимальная. Вы должны это услышать». «Отлично», — отозвался Бранд, откидываясь на спинку командного трона. В голосе, загремевшем из репродукторов, слышалось безумие. Он изрыгал каждое слово, будто проклятие. «Тогда мы окончательно сокрушим заблудших сынов Коракса. Полагая, что смогут прятаться от нас вечно, они сильно ошибаются. Я буду выслеживать Коракса и лично убью его. Гвардии Ворона больше некуда бежать. Через два дня наша победа будет окончательной, и последний оставшийся в живых будет уничтожен пожирателями миров. Победа требует крови, и мы прольем ее». «Это может быть только Ангрон», — сказал Бранд, когда передача оборвалась. С одной стороны, его порадовало, что Коракс и Легион уцелели. С другой, похоже, это ненадолго. «Ты можешь засечь источник?» — спросил он, вставая. «Даже лучше, командор», — ответил техник. «Вместе с сигналом передаются координаты на поверхности, где пожиратели миров планируют нанести удар для поддержки из космоса. Отбросив прочь сомнения и замешательства, Бранд задумался. В голове сразу возник план, правда рискованный. Снова проанализировав все варианты, он пришел к тому же заключению. И даже на третий раз не увидел никакой альтернативы. «Марк, мне нужно, чтобы вы передали сигнал своим кораблям», — объявил Бранд. «Велите им на полной скорости идти к Иствану-4». «Иствану-4, не Иствану-5. И разве после включения полной скорости нас не засекут мгновенно все сканеры, что находятся в пределах досягаемости?» «Этого я и хочу», — ответил Бранд. «Приманка». Валерий выговорил это слово без эмоций. «Все чувства вытекли из него до последней капли. Вы хотите использовать мои корабли и моих людей в качестве приманки?» Бранд молча кивнул. Валерий закрыл глаза и помассировал переносицу, словно у него вдруг разболелась голова. Потом, стиснув зубы, он кивнул сам себе. «Хорошо», — сказал префектор. «Открыв глаза и покорно глядя на командора гвардии Ворона. Я вернусь на свой флагманский корабль и все приготовлю». «Нет, вы останетесь здесь», — ответил Бранд. «Как мы договорились, вы будете рядом со мной». «Вы все еще не доверяете мне?» — префектор тяжело вздохнул. «Какие доказательства вам нужны?» «Когда примарх окажется в безопасности, а наши братья на борту...» «Я, может быть, и поверю вам», — сказал Бранд. «До этого момента вы останетесь здесь». «Вы намерены проводить эвакуацию под обстрелом», — сказал Валерий. «Я велю переправить со своих транспортов столько шаттлов и десантных капсул, сколько поместится на ваших взлетных палубах». «Это было бы неплохо», — сказал Бранд. «Будем надеяться, что все они нам понадобятся». Делеракс с рычанием ткнул пальцем в клавишу передатчика. «Меня не волнуют ваши проблемы», — рякнул он. «Вы видите реакторы на 120%. Нам грозит плазменная утечка, командор-лейтенант», — отозвался механик. «Это может разрушить всю систему». «На Истване-5 вот-вот начнется величайшее сражение в истории пожирателей миров», — напомнил командор-лейтенант. «Полагаешь, я хочу к нему опоздать? Ты получил приказ. Так выполняй». Делеракс отключил связь и стремительно развернулся к штурманам. «И вы тоже», — бросил он. «Я больше ничего не хочу слышать про гравитационные колодцы и безопасные расстояния. Доставьте меня к Иствану-5 в кратчайший срок, и чтобы никаких отговорок». Рулевой нервно кивнул и снова уставился на приборы. Делеракс продолжал метаться по мостику, пытаясь найти способ добраться до места битвы еще быстрее. «Ангрон» собирался начать свою последнюю атаку на гвардию Ворона через шесть часов. И Делеракс намеревался быть там, чтобы принять в ней участие. А остальная флотилия уже отстала на полдня, не поспевая за более мощной боржой. Гнев посвященный должен быть на месте, чтобы поливать огнем остатки легиона Коракса, чего бы это ни стоило. Если все пойдет как надо, Делеракс может принять участие непосредственно в сражении. Десантные капсулы уже готовили к боевой высадке. При мысли о том, как он лично убьет несколько гвардейцев Ворона, пожиратель миров улыбнулся. Кардасис заметил выражение лица своего командира и приблизился к его креслу. «На этот раз мы не упустим свой шанс», — сказал капитан. «Оскорбление, нанесенное нам на месте высадки, будет забыто». «Разве ты не слышал слова магистра войны?» — тихо ответил Делеракс, скривив губы в усмешке. «Принять участие в космическом бою было великой честью и важным вкладом в нашу победу. Это было оскорбление», — возразил Кардасис. Примарх понял это и поступил совершенно правильно, в том, чтобы просто расстрелять противника издалека мало чести. «Какая радость, если не видишь, как огонь жизни меркнет в глазах поверженного врага, и не чувствуешь запаха крови, вытекающей из его ран». «Никакой», — согласился Делеракс. Его имплант зажужжал, среагировав на изменившееся настроение, и оживил мысли командира. «Мы покажем этим трусам из гвардии Ворона настоящую войну». «А как насчет посланника магистра войны?» — прошептал Кардасис. «Что, если он снова решит вмешаться?» «Он здесь один», — ответил Делеракс. «И на него теперь можно не обращать внимания». «Понятно», — сказал Кардасис. «Хотите, чтобы я разобрался с ним прямо сейчас?» Эта мысль потешила Делеракса. Позыв к убийству, стимулированный его имплантом. Он вздрогнул, представив, как изувеченный представитель Хоруса валяется у его ног, но сумел подавить жажду убийства. «Нет», — ответил он Кардасису. «Пока нет причины навлекать на себя неудовольствие магистра войны, как бы приятно это ни было. Просто будь готов, когда понадобится мне». «Буду», — ухмыльнулся Кардасис. «Насчет этого не беспокойтесь». Делеракс вновь взглянул на хронометр. До начала атаки оставалось четыре часа. Он был доволен, понимая, что доберется до орбиты вовремя, чтобы принять участие в бою. Десантные капсулы были подготовлены к немедленному запуску. Двадцать его телохранителей готовы. Командор-лейтенант сидел в кресле, пытаясь сохранять спокойствие. Это была непростая задача. В голове мелькали видения, что он сделает с гвардейцами Ворона. Его имплантат отзывался на мысли об убийстве, вознаграждая их новыми дозами химических стимуляторов. «Входящее сообщение от командования Легиона», — сообщил Кардасис. Прочитав послание, он зарычал от злости. «Командор-лейтенант, вблизи от Иствона-4 замечены вражеские корабли. Нашему отряду приказано направиться туда и атаковать их». «Туда», — взревел Дилеракс, — «сейчас? А как же нападение на гвардию Ворона? Мы не можем допустить, чтобы Легион сражался без поддержки с орбиты». «Приказание магистра войны», — ответил Кардасис, выразительно взглянув на командора-лейтенанта. «Мне приказывает мой примарх», — бросил Дилеракс. «Командование Легиона подтвердило приказ», — заверил Кардасис, печально покачав головой. «Он заверен Ангроном». «Пусть с этим делом разбираются другие», — не сдавался Дилеракс. «Они прекрасно обойдутся без нас». Внутренний коммуникатор внезапно с треском пробудился к жизни, и механический голос перебил его на полусловие. «Я слышал послание вашего командования», — сообщил голос. «Почему мы до сих пор не изменили курс, чтобы покончить с возникшей угрозой?» Сжимая кулаки, Дилеракс боролся с искушением разбить громкоговоритель. Он глубоко вздохнул, успокаивая себя, поскольку лоботомизатор отправил в его мозг очередную порцию гормонов и химикалий. С некоторым трудом он разжал пальцы и щелкнул клавишей связи. «Во время высадки мне уже не дали повоевать, и теперь это не повторится», — сказал он посланцу Хоруса. «К тому же тактически неверно оставлять атаку без поддержки с орбиты». «Этим займутся другие корабли нашего флота», — ответил космодесантник. «Полученные вами указания вполне ясны, командор-лейтенант. Выполняйте». «Пусть другие корабли разбираются с проблемой Уиствана-4», — огрызнулся Дилеракс. «Пожиратели миров должны защищать своих собратьев». «Вы — участник союза, командор-лейтенант», — ответил голос. «Его полное спокойствие и уверенность бесили Дилеракса еще сильнее. Каждый из нас вносит свой вклад в победу. Ваш в данный момент состоит в том, чтобы присоединиться к остальным кораблям флотилии, движущимся к Иствану-4. Не забывайте, что вы — легион Астартес, соблюдайте дисциплину и выполняйте приказ». Бранну было не по себе, когда он наблюдал, как яркие точки на экране сенсора удаляются от орбиты Иствана-5. Мрачные предчувствия мучили его еще до прихода в эту систему. Но с того момента, как он осознал масштабы, свершившиеся измены, они стали его постоянными спутниками. По крайней мере, в отличие от Валерия, он сохранял подобие самообладания. Префектор переходил от ступора к откровенной панике и обратно. В данный момент он спал, уронив голову на монитор и что-то бормоча во сне. Дергался и постановал. Пальцы скребли по металлу консоли, за которой он забыл со сном. Бранн мог лишь догадываться, какие кошмары терзали его во сне. И радовался, что легионы с Астартес невосприимчивы к подобным вещам. Флот пожирателей миров уходит, объявил один из специалистов по сканированию. «Сработало», — сказал командор и кивнул на вздрагивающего префектора. «Разбудите Марка». Один из помощников осторожно потряс офицера имперской армии за плечо. Валерий со стоном очнулся от сна и обвел мостик перепуганными глазами. Через несколько мгновений он пришел в себя и уставился на Бранна. «Что происходит?» — спросил он, скребя обгрызенными ногтями небритую щеку. Бранн указал на экран. «Получилось?» — недоверчиво ахнул Марк. Затем на его лице вспыхнула ухмылка. Рассмеявшись, он широко раскрытыми глазами взглянул на командора гвардии Ворона. «Они проглотили наживку, проглотили!» «Вот именно!» — ответил Бранн. «У нас меньше двух часов, чтобы выйти на позицию. Через час начнется построение для общего десантирования. Сообщите экипажам своих шаттлов!» «Да-да!» — Валерий поплелся к двери. «Но прежде чем идти к людям, я предложил бы вам привести себя в более приличный вид», — добавил Бранн. Валерий оглядел свою измятую форму и провел пальцами по щетине на подбородке. Он кивнул и поправил свой шарф. Потом, нервно закашлившись, покинул мостик, идя медленно и осторожно. Когда он исчез, Бранн вновь переключил внимание на экипаж, радуясь, что избавился от помехи. «Перехватили еще что-нибудь?» — спросил он. «Ничего хорошего, командор!» — ответил дежурный связист. Он нервно сглотнул, не глядя Бранну в глаза. «Судя по сигналам пожирателей миров, они уверены, что численность легиона внизу — 10 тысяч человек. Ангрон на всех частотах заявляет, что уничтожит гвардию Ворона». «Мы этого не допустим!» — ответил Бранн. Он повернулся к сенсорной консоли. «Какие корабли остались у пожирателей миров?» «Ничего, командор!» — ответил специалист. Он смахнул пот с лысой головы и откинулся на спинку кресла. «Мы не смогли засечь ничего!» «Возможно, это и есть замаскированная ловушка!» — вслух подумал Бранн. «Вероятно, их корабли сидят в засаде и поджидают нас. Быть может, они все это время следили за нами и теперь хотят подманить». «Вряд ли, командор!» — возразил помощник. «На таком расстоянии, даже при минимальном уровне сигнала, мы засекли бы любые следы плазмы. Нас не видят лишь благодаря отражающим щитам. У пожирателей миров их просто нет». «Но это бессмысленно!» — заметил Бранн, возвращаясь на командный трон. «Зачем оставлять в своей обороне такую брешь? Хоть какие-нибудь корабли идут, чтобы поддержать атаку с орбиты?» «Никак нет, командор!» — ответил офицер за сканером. «Единственный корабль, неподалеку от нас, боевая боржа пожирателей миров. И она меняет курс, чтобы присоединиться к основному флоту». Бранн насторожился. «Это была не просто глупая оплошность. Казалось невообразимым, что космодесантник мог совершить такую ошибку. «Наземная оборона в этом районе?» — спросил он. «Никакой, насколько нам известно», — ответил офицер. «Архивы по Иствану пять свежие. Горный район почти ненаселенный. Оборонительных сооружений никаких. Мы слишком далеко, чтобы засечь там что-нибудь, не обнаружив при этом себя». Какой бы пугающей ни казалась эта явная ошибка, имелась возможность, которую нельзя было упускать. Бранн вновь проверил дисплей, высчитывая радиусы действия сканеров и скорость вражеских судов. Они были слишком далеко, чтобы отреагировать на появление кораблей гвардии Ворона. Чем дальше он выжидал, тем больше было шансов, что пожиратели миров начнут атаку. Ангрон всегда славился нетерпеливостью и вполне мог начать штурм раньше времени. Скрытность уже принесла свои плоды. «Теперь пришло время показать, на что способна быстрота». Бранн развернулся к связистам. «Приказ по флотилии – снять отражающее поле и всю мощность переключить на двигатели и навигационные системы. Подготовить все взлетные палубы и десантные отсеки к немедленному запуску. Экипажам занять свои места. Это наш шанс нанести удар. Пусть враг знает, что гвардия Ворона еще жива». Металл звенел, встретившись с металлом и наполняя грохотом каюту Дилеракса. Стальные пластины стен прогибались и рвались под ударами кулаков. После каждого в воздух летели стальные осколки. Хрипя и рыча, Дилеракс бил в стену, сопровождая каждый сокрушительный удар возгласами досады. Ярость сжигала его разум, а имплантат продолжал подпитывать ее коктейлем и стимулятором. На фоне грохочущих ударов в сердец он едва расслышал сигнал тревоги, вопящий по системе связи, и не обратил на него внимания, продолжая изливать свой гнев на изуродованные стены, вбивая растрескавшиеся перчатки доспеха в металл, пока не добрался до ракритовой переборки, лежавшей под ним. Но сквозь ярость пробился другой, более настойчивый звук, боевая тревога. Дрожа от бешенства, пожиратель миров чуть не раздавил панель связи, изо всех сил ткнув в нее пальцем. Из динамика посыпались искры, но он еще работал, и сквозь рев крови в уши Дилеракса проник голос старшего офицера по сканированию. — Командор-лейтенант, мы обнаружили вражеский флот, приближающийся к орбите Иствана-5. Он направляется к позициям легиона. — Боевой разворот! Двигатели на полную! — Дилеракс зарычал. Его не интересовало, ни что это за корабли, ни как они сумели проскользнуть незамеченными. Ему сразу стало легче, и гнев начал рассеиваться. Он выскочил из каюты и кинулся на мостик, тяжело грохоча по коридорам, пока не добрался до ленты механического транспортера. В ухе прозвенел вызов по личной системе связи. — Командор-лейтенант, какие будут приказания? — спросил Кардасис. Сенсоры сообщают о боевой борже гвардии Ворона и двух крейсерах сопровождения. — Атаковать! — рявкнул Дилеракс, входя в раскрывшиеся двери и ступая на движущуюся ленту. Он нажал кнопку мостика. — Развить полную скорость для перехвата флагмана. Разумно ли это? Перевес на их стороне. — Имейте хоть каплю гордости, Кардасис. Из-за трусливых уверток Корокса мы и так все выглядим дураками. Атакуем, как подобает пожирателям миров. — Раздался звук другого подключения к каналу связи. И через несколько мгновений в ухе Дилеракса зазвучал голос представителя Хоруса. — Почему мы изменили курс, командор-лейтенант? — Вы что? Все проспали? Гвардия Ворона пытается улизнуть. Достигнув уровня мостика, транспортер дернулся и направился в носовую часть боевой боржи. — Это не ваша забота, командор-лейтенант, — ответил представитель Хоруса. — Проблема уже решается. — Как? — огрызнулся Дилеракс. — Мы — единственный корабль, у которого есть надежда перехватить эвакуационный флот. — Данный вам приказ остается без изменений, командор-лейтенант. — Если вы будете и дальше столь упорно ему не подчиняться, я отстраню вас от командования. — Это мой корабль, и таким, как ты, меня не запугать, — ответил Дилеракс. Он вытащил из уха динамик и запустил им в стальную стену транспортера. Через несколько секунд двери плавно открылись. Пожиратель миров выскочил в коридор и повернул к мостику. Там его уже ждал Кардасяс в полном боевом доспехе, за исключением шлема, висевшего на поясе. Капитан улыбнулся, и шрамы на его лице искривились. — Не послушались своего опекуна? — ухмыльнулся Кардасяс. — Как он сможет меня остановить? Дилеракс навис над штурманами. — Скоро мы доберемся до кораблей гвардии Ворона. — Через 26 минут, командор-лейтенант, — ответил один из них. — Или через 20, если максимально перегрузим реакторы. — Сделайте это, каждая минута промедления дает гвардии Ворона шанс избежать атаки Ангрона. Он переключился на офицера связи. — Получены какие-нибудь сообщения от командования легиона или примарха? — Никак нет, командор-лейтенант, — ответил техник. — Возможно, они даже не подозревают о появлении флота. — Тогда сообщите им эту новость и упомяни, что мы готовимся атаковать противника, — бросил Дилеракс. Глядя на Кардасяса, он обратился ко всем членам команды, находившимся на мостике. — Сегодня наши имена будут занесены в почетные списки пожирателей миров. Мы станем причиной гибели Коракса и его легиона. Установлен контакт с примархом. Сообщение Валерия о том, что Коракс жив, вызвало всеобщее ликование на мостике. Десантные капсулы уже приземляются. Бран кивнул, показывая, что понял, и взглянул на главный экран. Боевая боржа пожирателей миров была обозначена на нем красной точкой. Она прямиком направлялась к Мстителю. — Сколько до завершения эвакуации? — спросил он. — Тридцать минут, самое малое, — ответил Валерий. — Слишком долго, — пробормотал Бран. Закованным в перчатку пальцем он включил общую чистоту флотилии. — Командор Бран, всем кораблям! Оставайтесь на исходных позициях. Эвакуация — ваша единственная задача. В ответ пришла серия подтверждений. Это был большой риск. Корабли располагались на орбите очень низко и слишком близко друг к другу, чтобы нормально сражаться с приближающейся боржой пожирателей миров. Но если они рассредоточатся, для подъема на орбиту потребуется еще больше времени. Когда все шаттлы и десантные челноки снова окажутся на борту, гвардия ворона сможет отбиться от атакующего их противника и улететь отсюда. Первый челнок загружен и взлетает, — доложил Валерий. Один из связистов вдруг рассмеялся. — Послушайте, — сказал он, переключая сигнал на грамкоговорители командного мостика. «Тупают! Вперед за ними, мои пожиратели миров! Не дайте им уйти!» Раздался над мостиком исполненный ярости звериный вой. «Коракс, я знаю, ты слышишь меня! Вернись и сражайся, как подобает космодесантнику, трус! Я обещал обогреть свой клинок твоей кровью и бросить твою голову к ногам магистра войны. И я это сделаю! Сразись со мной, ты подлый ублюдок!» Голос Ангрона сменился рычанием и бессвязными хрипами. Бран сделал знак офицеру отключить трансляцию. Медленно таяли минуты. Бран сидел на командном троне, посматривая то на хронометр, то на экран, показывающий местонахождение вражеской боржи. Она находилась довольно близко. «Коракс на борту последнего десантного челнока», — сообщил Валерий. Он плюхнулся в свое кресло и взглянул на Брана. «Теперь вы мне верите!» Командир гвардии Ворона пересек мостик и осторожно сгреб в ладонь красный шарф на груди префектора. «Ваша жизнь снова принадлежит вам», — сказал Бран. И, выпустив шарф, разгладил оставленные рукой складки. «Честь вашего рода осталась незапятнанной. Прошу прощения за подозрения, Марк!» Валерий вздохнул и улыбнулся. «А ведь все это на самом деле ничего не значит, верно?» — сказал он, дергая себя за шарф. «Честь, верность, семья! Хорус ни о чем таком не думает. Именно поэтому они теперь значат намного больше, чем когда-либо», — ответил Бран. «Особенно верность!» Вдоль бортов гнева посвященного открылись орудийные порты, являя взору батареи макропушек, плазменных ускорителей и ракетные шахты, словно ощерилась свирепая гончая. На надпалубной надстройке начали вращаться турели, выдвинувшиеся из бронированных башен. По всей длине боевой боржи работали тормозные двигатели, замедляющие скорость перед атакой. Корабль заложил изящный вираж вправо, чтобы мощные орудия левого борта могли открыть огонь. Делеракс стоял на мостике позади командного трона, ухватившись за его спинку. На дисплее мелькали сигналы о местонахождении кораблей гвардии «Ворона» и летящих к ним десантных челноков. Пожиратель миров рассчитал угол атаки, который позволит ему оказаться между боевой боржой противника, и возвращающейся флотилией десантных кораблей. Он услышал, как с треском распахнулись двери, ведущие на мостик, и, обернувшись, увидел посланника Хоруса. Космодесантник был в шлеме, как всегда с момента появления на борту, в доспехе синего цвета, но без единого знака различия. «Прекратить атаку, командор-лейтенант!» Приказ был отдан спокойным, но резким тоном. Он прозвучал из внешней системы связи космодесантника, и к голосу явно были добавлены искусственные модуляции. Делеракс рассмеялся и отвернулся к главному экрану. «Кораксу и его легиону конец», — сказал он. «Взгляните сами, не пройдет и десяти минут, как мы откроем огонь и уничтожим их навсегда. Властью, данной мне магистром войны, я приказываю вам немедленно прекратить атаку», — повторил космодесантник. «Здесь эта власть ничего не значит», — заявил Делеракс. Он развернулся и встал лицом к лицу с чужаком. «Если хочешь, чтобы твоим приказам подчинялись, вступай обратно в свой Альфа-легион». «Решено, что Коракс еще не до конца сыграл свою роль», — сказал Альфа-легионер. «Ему еще дозволено пожить». «Решено кем? Тобой!» В голосе Делеракса звучало неприкрытое презрение. «Кто ты такой, чтобы решать?» «Я Альфарень», — ответил легионер. «Убирайся с моего мостика, или отсюда унесут твой труп». Делеракс увидел, как Кардасис встал слева от него, вытаскивая из кобуры болт пистолет. Пожиратель миров улыбнулся, но его улыбка погасла, когда он почувствовал прикосновение холодного дула к щеке. Немного повернув голову, он увидел, что пистолет приставил Кардасис. «Что такое?» — прошипел командор-лейтенант. «Кардасис, что ты делаешь?» «Я не Кардасис», — ответил космодесантник, державший болт пистолет. «Я Альфарий». Делеракс изогнулся и нырнул под ствол предателя. Вылетевшая из дула вспышка ослепила пожирателя миров. И в следующее мгновение он почувствовал, как левая половина его черепа взорвалась. Бран стоял на посадочной палубе, наблюдая, как садятся десантные челноки. Первые из них уже высаживали своих пассажиров. Уцелевшие гвардейцы ворона устало спускались по рампам на палубу. Выглядели они ужасно. Большинство ранены. Доспехи похожи на лоскутные одеяла. Тут серебряный наплечник железного воина. Там серый нагрудник несущего слова. Бран была потрескавшейся и изломанной, в пятнах крови и грязи. И на всех лицах, в которые смотрел Бран, читалась безмерная усталость. Со стекленевшими глазами последние, оставшиеся в живых после резни в зоне высадки, брели по посадочной палубе под радостные возгласы и улыбки воинов Брана. Приземлился последний шаттл. Едва опустилась рампа, как Бран оказался рядом с ней. Первый появившийся из корабля космодесантник выглядел необычно. В его доспехах все мыслимые цвета смешались с простым керамитом. От изначального доспеха остался только наплечник со знаком легиона. Он стащил с головы шлем и бросил его на палубу. «Агапита!» – рассмеялся Бран. Он хлопнул ладонью по груди своего настоящего брата. «Я так и знал, что ты жив. Ты слишком упрям, чтобы позволить чему-нибудь этакому себя прикончить». Бран оглядел брата, изумляясь его странному виду. По правой щеке космодесантника к горлу сбегал свежий шрам. Но в остальном это было то же лицо, которое Бран знал всю жизнь. Агапита слабо улыбнулся в ответ. Его глубоко посаженные, карие глаза ласково смотрели на брата. Потом он обнял Брана за шею и притянул к себе. Двое соприкоснулись лбами в знак уважения и дружбы. «Я вижу, ты не мог остаться в стороне от неприятностей, Бран!» Отступив от Агапита, командор увидел спускающегося по рампе Корракса. Примарх возвышался над своими легионос Астартес. Его черные доспехи были такими же измятыми и побитыми, как и у тех, кем он командовал. «Я следил за вашими передачами», — сказал Корракс. «Почему противник прервал атаку?» «Не имею представления, лорд Корракс», — ответил Бран. «Возможно, они решили, что связываться сразу с тремя кораблями — не лучшая идея». «Где они теперь?» — спросил Примар. «В сотни тысяч километров отсюда», — сказал Бран. «Не похоже, чтобы они собирались повторить атаку». «Странно», — заметил Корракс. Он покачал головой, словно отгоняя какую-то мысль. «Прикажи остальным кораблям держать курс на освобождение». «Слушаюсь, лорд Корракс», — Бран прижал кулак к груди. «А куда пойдем мы?» «На Терру», — ответил Примар. «Я должен получить аудиенцию у Императора». Из черепа Дилеракса текли кровь и мозги. Командор-лейтенант Пожирателей Миров чувствовал, как вместе с ними из него уходит сама жизнь. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и не чувствовал ничего ниже шеи. Даже дыхание давалось с трудом. Он скосил глаза на Кардасиса, гадая, на кого же он смотрит на самом деле. «Почему?» — еле слышно прошептал он. Альфа-легионер появился в поле зрения и склонился над Дилераксом. Пожиратель Миров увидел отражение своего изуродованного лица в его темных глазных линзах. Под маской безразличия не были видны истинные мысли и чувства космодесантника. Его металлический голос показался Дилераксу, делающему последний судорожный вздох бесконечно далеким. В такие времена, как теперь, даже самое проверенное лицо может оказаться врагом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok